Привет, друзья! Сегодня я хочу обсудить с вами дебютный сингл коллектива «Воля и разум. Ты звезда». Поехали! Проект «Воля и разум» своим рождением обязан в первую очередь возвращением Андрея Большакова в игру. Спустя практически 30 лет гитарист снова стал активным участником различных мероприятий на ниве классического олдскульного металла. В том числе не забывая давать интервью, одно из которых, как мы знаем, вышло Большакову боком и привело его к анафеме со стороны его дятища-мастера Алика Грановского и ему сочувствующих людей. Обида оказалась настолько сильной, что мастера отказались даже исполнять материал за авторством Андрея. Более подробно об этой ситуации вы можете узнать из ролика «Мастер на пути к забвению». Любопытно, что о создании собственного проекта Большаков заговорил еще задолго до конфликта с мастером. Мол, ему поступило несколько предложений, но он сомневается. Хвала Алику Грановскому и его команде поддержки, помогшей Андрею преодолеть сомнения. В состав его нового детища вошли гитарист и сонграйтер Алексей Страйк, участник и движущая сила последнего жизнеспособного состава «Мастер», «Золотой голос» коллектива Михаил Серышев и два молодых дарования – басист Ярослав Василенко и барабанщик Роман Кошелев. Ожидания от проекта поначалу были радужны, не в плане того, что были сомнения относительно некоторых предпочтений музыкантов, а просто, что один из древних хитмейкеров Арии и Мастера сбросил наконец-то с себя пыль десятилетий и пока еще не стало совсем поздно, явился на свет божий. Тем более, что гитарист заявил, что у него есть много нереализованного материала со времен работы как с Мастером, так и просто писаного в стол. Первые же сомнения относительно будущего группы возникли после того, как музыкантами было официально обнародовано название своего проекта. До последнего мне хотелось верить, что они назовутся как-то в духе «Мастер скорбных дел» или навроде того. Но было выбрано более тривиальная воля и разум, и если не знать подоплеки коллектива, но знать классику Арии можно решить, что еще одна малозначительная команда, состоящая из людей, одержимых творчеством ветеранов российского хэви, решила попытать счастье. Усилил сомнения и продемонстрированный официальный логотип коллектива, выглядевший как рисунок школьника по мотивам оригинального шрифта, использованного фирмой «Грамзаписи Мелодия» для оформления пластинок черного кофе, Арии, Мастера и Ижи с ними. И только фотосессия музыкантов селила какой-никакой оптимизм. Выглядели они как металлисты в возрасте, равно как и их западные коллеги, а не просто куча оскупившихся мужиков в разной степени в своих собственных брендированно растянутых майках. К сожалению, как оказалось, хорошие новости относительно проекта на этом закончились. Все стало стремительно скатываться в какой-то колхоз, напоминая о самодеятельности молодых музыкантов начала нулевых. Просто посмотрите на оформление дебютного сингла. Кто в 2024 из музыкантов, претендующих на какой-никакой худо-бедный статус, позволит себе выпускать важный за себя релиз с таким оформлением? Я искренне надеюсь, что это сделал кто-то из участников коллектива, сидя дома на коленке. Потому что если эта работа была заказана у кого-то за деньги, то это просто ужас. Сейчас, когда нейросеткой можно создать какую угодно картинку, это смотрится более чем убого. Конечно, это не мастер времени, но на грани. Другим не менее странным стало решение задействовать в новом проекте лица, напрямую связанные с действующим гитаристом-мастером Леонидом Фоминым. За каким чертом воля и разум понадобился сначала барабанщик его харизмы, а затем и менеджмент его коллектива? Нет ли здесь прямого конфликта интересов? Будем верить, что нет. Главное, чтобы не возникло головокружение от еще не состоявшегося успеха и не возникло соблазна выдвигать организаторам требования на уровне грандов русского рока. Следующим в этой цепи разочарования стало то, что, как оказалось, дебютная композиция, первоначально названная просто «Ты звезда», приобрела за день до релиза тревожную подпись «Нострадамус». Возникло сразу много неприятных вопросов. А когда спустя несколько часов Маргарита Пушкина раскрыла грядущую концепцию, возбуждение от предвкушения нового релиза приобрело отрицательные значения. Первоначально, как оказалось, воля и разум собирались сделать концептуальный альбом, посвященный пророку «Нострадамусу», и обратились с этой целью к Маргарите Пушкиной. Она же, всегда нежно питавшая, теплые чувства к этой персоне, с радостью согласилась. Не смутило ее ни наличие рок-оперы Николая Коцова, ни двойного альбома Judas Priest на эту тему. Сокотав рукава, поэт решила, а чем она, собственно, хуже, и стала сочинять. К счастью для всех, очень скоро концептуальный альбом превратился в макси-сингл из пяти композиций. И это просто пиздец. Другими словами, такие творческие перверсии я назвать не могу. Я не знаю, кто стал инициатором этой концепции, но если прикинуть чисто логически, то, вероятно, эта светлая идея могла прийти к Андрею Большакову. Поскольку он сошел с музыкальной сцены в уровень тогда, когда подобные персонажи имели немалую популярность на постсоветском пространстве. Молодых музыкантов в расчет не берем. Страйк вроде бы тоже никогда не был замечен в подобном, как и Серышев. И знаете, друзья, как я написал у себя вчера в Телеграме, неужели ничего менее понурового не нашлось? Почему про Кашпировского не спеть? Прозаряженный крема, чулмака, бороду Глобы, алкоголизм Джуны, ложки Ури Геллера, гарем Распутина, трусы Вольфа Мессинга, зеркало Эдварда Келли, сломанные пятки Ванги. С каждой новой новостью проект Большакова вызывает все большее сомнение в адекватности, как и то, что изначально запланированный альбом у Сокта всего лишь макси-сингла. Неужели и сами музыканты усомнились в собственных силах? Что же, относительно самой песни, «Ты звезда» получилась добротной реставрацией мастера эпохи Алексея Страйка и в чем-то даже перекликается с написанной им до юбилея мастера 30 лет, а также его собственным сольным творчеством. Эта вещь вполне могла бы оказаться на альбоме «По ту сторону сна» или на сольнике Алексея с его вокалом. Или, что еще более забавно, местами кажется, что здесь должен был прозвучать Артур Беркут. Нет, Михаил Серышев исполнил свою партию отлично, но звучит здесь скорее свадебным генералом. Равно как и Андрей Баршаков, чье присутствие в композиции более чем призрачное. Хотя, как я уверен, многие рассчитывали на обратное. Конечно, «Ты звезда» получилась намного бодрее творчества мастера последних десятилетий, но ожидаемого многими вау-эффекта не произвела. Просто добротная вещь от мастеров своего дела. Может быть, оставшиеся четыре вещи получились более нетривиальными и менее ожидаемыми. Только время покажет. Такие дела, друзья мои. Если вам нравится подобный контент, то не стесняйтесь поддерживать его чеканной монетой. По ссылочке в описании вы также можете найти ссылку на бусте, где прикоснетесь к эксклюзивному контенту. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Удачи!